Дорогие соотечественники! Ну, вот и наступил момент истины. Когда мы говорим «момент истины», это означает, что истина начинает проясняться. Увы, эта истина, с одной стороны, заставляет нас думать о том, что в нашей стране, у наших детей есть будущее, а с другой стороны, она показывает, вот эта самая истина, что, к сожалению, многие мифы, иллюзии, беспочвенные мечтания и откровенное вранье по-прежнему гнездятся в умах и душах людей. Почему я так говорю? Я так говорю потому, что вот эти цифры, 38%, 38% говорят о многом. Они говорят о том, что наши люди, вопреки голосу разума, благодаря сну разума, мы знаем, что сон разума рождает чудовище. Вопреки голосу разума, люди идут и голосуют неведомо за что, в надежде двигаться неведомо куда. И вот нашей задачей, задачей нашей программы, авторской программы «Позиция» является разрушение вот этих призрачных мифов, мифов, которые обуревают, к сожалению, сознание очень многих граждан. И материализуются вот таких неожиданных 38%. Чтобы развеять хотя бы частичку этих мифов, мы пригласили в нашу студию Николая Паскару, нашего знакомца, человека, с которым мы в этой студии уже не раз обсуждали многочисленные проблемы нашего сознания и самосознания, нашего государственного и человеческого интереса. Это Николай Паскару. Здравствуйте. Николай, вот хочется задать тебе такой вопрос. Ты все время работаешь с молодежью. Ты все время трудишься на небе спортивных достижений. Представляешь нашу страну и очень достойно за ее рубежами. Скажи, пожалуйста, как так получается, что человек, который работал в правительстве господина Лянко, именно в том правительстве, благодаря которому был похищен вот этот самый пресловутый миллиард, человек, который безропотно голосовал за все решения, которые ему предлагало вот это коррумпированное правительство, человек, который разгромил десятки, если не сотни интернатов, человек, который потрясающе повел себя по отношению к нашим бакалавриатам-соискателям этой степени, человек, который, я считаю, безроду и племени, поскольку как можно назвать такого человека, который искренне говорит, что на референдуме он бы проголосовал за разрушение молдавской государственности и сдачу ее соседнему государству. И как вопреки всему этому, 38% все-таки пошло, как вот эти дети из знаменитой сказки про крысолова, за этим человеком. Что тут сработало? Я понимаю, тут и административный ресурс, тут и нагибание, сливание тех, кто еще недавно кричал на площадях, долой олигархов, долой режим. И мы видим, как эти ребятки с платформы, да, дружно и безропотно влились вот эти самые 38%. А зачем же они людей на площадь выгоняли? А зачем говорили им такие распрекрасные речи? И все это безропотно и молчаливо получило поддержку в этих самых 38%. Ну, вы абсолютно правы. То, что сказали, сделали такое вступление, анализ. Конечно, то, что происходит в Молдове, мы не можем быть оторваны от всего мира, от мировой политики, от геополитики, от внешних интересов. И мы не должны себя обманывать мыслью, что Республика Молдова — суверенное государство, независимое, что у нас есть все права на то, что решали так, как хочет народ. В мире все-таки работает, особенно в Европе, в Западной Европе, все эти ценности западной гегемонии. И мы видим на примере, где были или куда появляются эти наши всемирные демократы, там либо начинаются войны, либо начинается хаос и разруха. Но это так. Тем более мы, люди, которые жили в Советском Союзе, в большой стране, у меня нет большой ностальгии по Советскому Союзу, но это была страна, где в основном было все по полочкам и было справедливо. Особенно, если вспомним, в 80-е годы, где люди жили нормально, особенно у нас, в Молдове. И мы видим, что вот все эти тенденции, все эти изменения настоящего, изменения мира приводят к очень нехорошим эффектам. Чтобы мы не забыли, что у нас в Республике Молдова много телевидения не принадлежат народу. Многие телевидения приватные. Многие хозяева телевидения находятся где-то за границей, получают или дают деньги через офшорках. То есть у нас нет прозрачности то, что происходит. То есть, скажем так, картинки на телеэкране совсем не соответствуют реальной жизни. Но, к сожалению, люди-то смотрят эти картинки. Да, и вспомним вашу статью. Люди как куклы в основном. Они верят в основном то, что происходит на картинке, что показывает телевизор. Не все, конечно, но мы не должны забыть, что законы всех этих манипуляций телевизорных, технологий, которые они знают психологию человека на таком уровне, что идет такая атака и программирование мозга человека, что человек неосознанно делает какие-то неправильные выводы, отключается практически самоанализ, отключается мозг. И мы видим для этого и создаются ток-шоу, где в основном спорят, дерутся, ссорятся, и людям нравится это. Мозг человека требует шоу. И это историческое, заложенное в нас природой. Конечно, еще в Древнем Риме говорили «зрелищ и хлеба». И вот мы видим, что происходит на самом деле. У нас в Республике Молдова, к сожалению, нет двух геополитических игроков, а есть всего лишь один – Запад. И они делают все, что могут. Если бы они делали хорошее, мы бы не были против, мы бы сами подняли руки и сдались. Но мы видим, что после 2009 года с прихода этих господ к власти, проевропейских, у нас неожиданно исчезают несколько миллиардов с резервового фонда. А эти деньги были у нас собраны со дня независимости в экономическом банке, в банке экономии, в других. И мы замечаем, это не просто удар по нашу независимость, по нашему кошельку. А нам хотят разрушить всю финансовую систему страны, где мы можем этим деньгами, которые с резервного фонда, мы можем прикрыть и держать лей на плаву, мы можем дать пенсии, если нехватка в бюджете. Экономические проекты какие-то. Нам отрезали все дружеские мосты с бизнесом, с России. То есть нам запрещают торговать там, где у нас продукция идет, в принципе. Потому что мы не можем создавать ядерные бомбы, к сожалению. Мы не можем создать космические корабли. Понимаете? Нам отрезали то, что наши крестьяне выращивают. Это фрукты, это овощи. У нас в стране люди должны понять, что идет все на деградацию, на разрушение. И мы видим, поэтому люди уходят со стороны. А им нужно, чтобы земля была без молодежи, без людей. Чтобы здесь никто не приезжал. Потому что у них планы совсем другие на республику Молдову. Они хотят, чтобы продавать наши земли. Они хотели бы, чтобы на нашей земле ставили ракетные установки против той же России, Беларуси и так далее. Понимаете? Над нами делают эксперименты. И это нужно быть не суперакадемиком, чтобы это все понять. Просто посмотрите в окно. Посмотрите на людей на улице. Посмотрите на ваших детей, на ребенка. Посмотрите на родителей. И вы поймете, что идет настоящий геноцид. Я не могу понять тех людей, которые голосуют за Лянг. Тот, который подписал вместе с кабинетом министра Майя Санду вывод миллиарда из резервового фонда. Я не понимаю вот это сумасшествие, я вам скажу. Потому что я много аргументов слышал, почему вы голосуете за Лянг или за Майя Санду. Но народ должен помнить, что деньги – это и народа. Это ваши пенсии. Это ваше будущее для ваших детей. Потому что в этот момент мы попадаем опять в долговую яму. И мы опять будем рабами этой системы. Потому что за спиной у Майя Санду целая система. невозможно ни один доллар перевести с одного банка в другой банк без ведома федеральной, без ведома Вашингтона, без ведома центральных банков всемирных. Скажем так, они прослеживают сейчас, да, прослеживают все. Они все прослеживают. И они все знают. Что это происходит? Мы не забудем, что Майя Санду работала во Всемирном банке. Есть голоса, я читал, говорят, что она до сих пор получает 10 тысяч долларов в месяц. Конечно, министр будет неподкупный. Потому что у нас в Молдове 10 тысяч долларов в месяц. Можно немножко прожить. Не думай о пенсионеров. Можно закрыть школы. Это человек без принципа. Это киллер нашей страны. Потому что столько школ было закрыто. А скажите, подняли учителям зарплату? Нет. А сколько их поувольняли? Сколько поувольняли из этих... В Китае в школе 3 человека. Вот я читал недавно очень интересную статью. И там работает школа, держатся учителя. Из этих трое детей. У нас... Они понимают, что это наша ценность, это наше будущее. Многие говорят, что вот подняли дисциплину на бакалуреате. Нужно было поднять качество учебы. Ребята, вы не путайте две очень значимые вот эти вещи. Качество учебы. Поднимите учителю зарплату на 5 тысяч леев. Этот учитель, он душу выдаст этим детям. Когда он знает, что у него дома дети, жена или муж, который ждет, будут обеспечены. И наоборот. И это очень важно. Они подняли планку. Ну и что? Дети, которые должны были идти в институты дальше, в колледжах, им просто сломали судьбу. Они сейчас находятся где-то в Европе, работают на черных работах. И это опять киллер Майя Санду сделал. Понимаете? Это не образование, это не модернизация. Вы посмотрите, откройте программу детей, которые учатся в первом, втором, третьем, четвертом классе. Там так создана вся эта программа, чтобы дебилизировать наших детей. Это не программа. Я был, я знаю в мире, что творится. Вы смотрите, как учатся дети с Австрии, с Германии. Я часто езжу на различных чемпионатах и общаюсь с этими людьми. Программа не так загружена. А у нас специально загружают программу с малых классов, чтобы ребенок не успевал. Понимаете? И он теряет интерес. Если он в первом, во втором, в третьем классе теряет суть, он дальше не будет учиться. Понимаете? Это готовый раб для системы, который дальше будет как зомби идти и голосовать за этих бандитов. Почему они хотят к власти? Почему они хотят к власти? Потому что их закроют в тюрьму. Они боятся Додона. Они говорят, что Додоны рука Москвы и так далее. А это неправда. Додоны патриот своей страны. Потому что мы за эти выборы, мы не видели вмешательства России здесь. К сожалению. К сожалению. Слышно много голоса, что Россия опять продала на эти выборы. Могли бы как-то включиться. Ну как так? Невозможно было объединить эти левые силы. Я не могу понять. То есть, скажем так. Нашу партию. То, что сделала, скажем, госпожа Америка. Мы видим, что братки ЦОПа, так сказать, слились дружно все под флаги Майю Санду. И там кто-то поработал. Такие вещи случайно не происходят. Конечно, работают. И многое другое, что произошло. И когда госпожа Санду говорит, что вот, мы чуть ли не за бесплатно, посмотрите. Что-то сомневаюсь я, что такие мощные агитационные компании. Бесплатно, да и на каких-то там, так сказать, на личном энтузиазме. Конечно, это человек подготовленный. Подготовленный заранее. У меня такое вообще создается впечатление, что сейчас американцы поняли такую истину после Украины. Что эти олигархи, ребята, плохо управляемые. Они не очень слушают команд, которые идут из Вашингтонского обкома. И оппозицию они ни во что не ставят. А раз так, значит, надо приготовить белого воротничка, своего человечка, подготовить, потихоньку его внедрить, раскрутить. А потом поставить, командовать парадом, чтобы под контроль на себе стране. Так спокойней. Вот ты говорил, что вроде продолжает получать гонорары и все такое. О чем это говорит? Ну, назвать так как бы в лоб агентом, агентуру, трудно. Но что агент влияния, особенно политическое. И не чар. Современный и не чар, который подключен вообще к другой системе. Несомненно. В других интересах. Это несомненно, что это чувствуется. А вот то, что ты говоришь про Россию, если бы Россия на самом деле вмешалась, да они бы выкрутили, допустим, руки усатому, у которого и активы, и бизнес весь в России цыкнули бы на него. А эти 6% голосов ушли бы до дона. Если бы было так, как говорят, что Россия вмешивается. Вот как раз этот случай очень четко показал, что в отличие от Америки, которая заранее все готовила, кому надо, вывернули ручки, заслили кого куда надо, объединили, подготовили. Россия, как мы видим, и это вот проценты, цифры упрямая вещь, можно говорить что угодно, статистика, она все показывает. Вот 48 до дона и 6 вот эти. С первого тура. С первого тура. Сэкономили сколько миллионов. Но мы этого не увидели. Поэтому мне кажется, что как раз этот случай четко показывает, кто в эту страну вмешивается и кто управляет внутренними политическими процессами в этой стране. К сожалению, у России другие проблемы. Это Ближний Восток, Сирия. У России серьезные проблемы в Украине. И народ должен понять, что наши проблемы мы сами должны. Решать мы. Не надеяться. Не надеяться. Ни на американцев, ни на русских, ни на европейцев. Проблемы, хотя вмешиваются каждый в меру своих способностей, но решать проблемы должны мы все вместе. И вот я тебя хотел спросить, Коля, ты давненько слышал, чтобы у нас, допустим, в стране кто-то из политических лидеров пришел и слышал, Николай, четко и внятно, ясно из трибуны. Сказал бы следующее. Я пришел объединить вас всех, и левых, и правых, и те, кто прозападные, и те, кто провосточные, и те, кто живут на севере страны, и на юге страны, и в центре страны, и которые живут по ту сторону Днестра. Да, там же тоже наши граждане, там же тоже наши соотечественники. Вот я что-то не помню, ни одного лидера, который бы объявил такое. Вот в этом плане, мне кажется, что вот этот посыл Игоря Дадона, это нечто совершенно новое. Нет, вы, Виктор Иванович, совершенно правы. Как ты думаешь? Вы совершенно правы, Виктор Иванович, потому что мы, национальное движение «Воевод», мы обычно выступаем тогда, когда для нашей страны, для нашего народа есть такие моменты, поворотные. Решающие моменты. Решающие именно для истории. Мы выступили 7 апреля 2009 года, практически сразу выскали наше мнение, то, что мы думаем. Когда вот эти толки разгромили парламент, пришедшие. И мы тогда сказали, что этим ударом они заткнут рот молодежи и, второе, поставят на контроль политический класс. Так и сделали. Они запустили филата, который им, этот филат уже не был нужен, потом его закрыли в тюрьмы. Они запустили процесс коррумпирования молдавских политиков. Потому что мы видим, уже парламент стал уже как бы публичным домом. Потому что начали покупать налево и направо. У нас не было такой сильный, такой феномен, не был так сильно эвенцирован в истории. Мы вспоминаем баталии при Лучинске, во Снегуре. Не было подкупов таких серьезных депутатов. Сейчас мы видим, они превращают этот парламент просто в супермаркет. В политическую биржу. И самое интересное, наш депутат, он не защищен. Я не имею в виду, всех купили. Не всех купили. Конечно. Которых не могли бы купить. Разрушили. Силы оттуда вытянули. Все. Потому что здесь работают целые машины. Здесь целые стратегии. Здесь институты работают так, чтобы сделать этот народ рабами. И у них получается, к сожалению. Еще получается одурачить народ. Если люди потом опять же голосуют за женщину на Майя Санду. Без команды. Без фона. А вы знаете, что сейчас у нас в Молдове работают одни из самых лучших пиарщиков мира. Около 20 человек. На то, чтобы поднять имидж Майя Санду. Ну так это не удивительно. Посмотри. Мыльный. Понимаете. И стараются все. Вы читаете революцию по Шарпу. Мы видим здесь используют всех технологий. Все технологии. Давай немножко об этом и поговорим. Потому что в рамках нашей передачи мы неоднократно останавливались на вопросах того, как манипулируют людьми. Ну вот пункт первый. Делают из нее жалкой. Такой слабой женщиной. Смотри. Мы сейчас будем не о Майя Санду говорить. Хотя тот сам по себе феномен этого мыльного пузыря. Как это пришла ниоткуда. Идет никуда. Летящей походкой ты вышла из Майи. И скрылась из глаз в пелене января. Обрати внимание, что часто обсуждали мы эту тему. И хочется вот сейчас, когда вот наступил этот момент истинный момент принятия решения, которое вот я имею ввиду второй тур, чтобы люди осознали. Ну первое, что характерно в этих технологиях. Если ты, вот как ты говоришь, что 20 человечков, профессионалов за большие денежки тут, а Маечка нам рассказывает, что у нее никаких средств ничего нет, работают, а уже эти умеют работать. Эти парни просто так деньги не берут. Это еще интриганты те. За серьезную работу, профессионалы. Значит, смотри, что интересно. Первое, отключить разум человека. Сон разума рождает чудовищ. Да, еще Франциско Гоя говорил. И они действуют на подсознание. Вот как можно действовать на подсознание. Это законы супермаркета. Ты видишь, ты захотел, ты купил. Хорошую рекламу, продвижение продукта. Картинку показали, образ какой-то слепили. И человек сам не знает нашу ментальность. Сам не зная того, он идет как завороженный, как загипнотизированный за этим образом, который ему создали. Точно так же. Какого-то другого человека, другого политика могут обмазать такой грязью, такими инсинуациями. И опять же на уровне подсознания. Не приводя никаких доказательств, никаких аргументов, ничего. Одни картинки, одни разговоры. Разговоры и картинки. И вот когда я вижу на этой массе телеэкранов, вот я вчера видел одну передачу, не хочу канала называть, ничего. Замирование. Вот собралась командочка. Сидят очень интеллигентные девчата и ребята. Дядечки и тетечки. Видно. Образованные. С очень интересными послужными списками. Люди, которые все время отирались и отираются возле власти. И вот видно, как эти люди, значит, забывают о том, что они еще сами говорили много лет тому назад, забывая, где они служили, на кого служили и как служили. Вот с таким восторгом, с таким чувством собственной правоты, с такой напыщенностью. Вот говорят о том, что какая вот надежда эта моя санду. Как вот эти... И меня, Николай, больше всего поражает. Знаешь, что, ну, некоторые из них вот кричат. У нас украли мечту. Ребята, какую мечту у вас украли? Где эта мечта? Ну, мечта имеется в виду вступление в Евросоюз. Пункт первый. Нас кто-то ждет, Коля, в этом Евросоюзе? Не ждет. И это доказывает все. Второй момент. В самих странах Евросоюза, что сейчас творится? Неужели никого не научила судьба Греции? Под почти дефолтом запахло, да? В Португалии и в Испании, где безработица достигала 24-26%, а среди молодежи под 50%. Правильно? Далее. В Великобритании выходит вот этот Брексит. Что бы кто ни пел, что ни говорил. Удары по Дойче банку сейчас пошли. Чувствуешь, что с Евро сейчас происходит нечто неладное и сомнительное? То есть, эту Европу подминают под себя. Как нас под Европу, так и Европу подминают под себя. И многое-многое другое. Неужели не видно, что эти волны мигрантов и беженцев – это те ребята, которые занимают те рабочие места, вот этой нижней части чернорабочих и так далее, на что претендуют наши. И от этого в Европе становится все неуютнее и неуютнее. Что у нас экономика фактически за вот эти 7 лет разрушена до предела. Государство разворовано. Казна разворована. И вот люди, как зомби, покупаются на эти картиночки, на эти сияющих, так сказать, господ, которые пожимают друг другу ручки, обнимают себя и уже мнят себя в руководстве страны. Вот возникает сразу такой же вопрос. Есть ли какое-то средство разбудить разум человека, чтобы информацию, которую ему вкладывают в подсознание, проходила хотя бы какой-то контроль разума? Есть ли какие-то способы? Есть, Виктор Иванович. Или это безнадежно? Нет, это не безнадежно. Или эти 20 человек хитрых пиарщиков стоят больше, чем наш коллективный разум? Виктор Иванович, у молдаван есть наш коллективный эгрегор. Хотят ли, не хотят, признавать, не признавать. Есть коллективный эгрегор. Поясни зрителям. Эгрегор – это информационный центр. Это дух молдавского народа. Общее поле – дух. Он всегда подключается, когда этому народу очень плохо в критических ситуациях. В критических ситуациях. Во всех войнах, репрессиях. Потому что наш народ многовековой. Существует молдавская мудрость. Если мы выжили между всех этих цивилизациях, потому что мы на стыке цивилизации. Тюркская, славянская, романская. У нас здесь проходит треск. Идет треск. И напряжение, и температура. У нас, я надеюсь, будет все хорошо. Я надеюсь, что им не удастся все-таки разрушить до конца. Потому что всякое напряжение, оно вырастает в своего рода отторжение. Скажем так, всякое действие порождает противодействие. Мы все-таки выиграем все эти битвы. Потому что нам некуда деться. Мы никуда не пойдем. Ни в Румынию, ни в Россию. Мы останемся на этой земле. И думаем, что построим здесь сильную и серьезную страну. Самое интересное, Виктор Иванович, что мне радуют эти выборы, что мы избавились от политических бомжей. Мы избавились от этих идей, которые утопические. Которые идей унионизма. Михаил Гимпу набрал в Бухаресте на выборах, где голосовали в основном про унионистского настроения, меньше, чем Додон. Игорь Додон набрал больше, чем Гимпу. Гимпу набрал в основном мелочь. Вы понимаете, как их ненавидят даже сами унионисты? Мы видим Анна Гуцу, которая уже на протяжении 10 лет рвет и метит эту идею унионизма. Но люди видят, что они фальшивые. Люди видят, что они бестолковые. Люди видят, что они разрушают устои этой страны. Люди за них не голосуют. Даже унионисты. Даже эти, которые считают себя интеллигенцией румынов. Не голосуют. Меня это радует хотя бы, Виктор Иванович. Как и всякий момент истины, он имеет и печальные стороны, но есть и очень много хорошего. Почему? Потому что в природе никогда не бывает так. Вот только все нескладно, неладно, все не так. Я посмотрел и на другое. Меня удивило то, что молодежь не пошла голосовать за Майю Санкт-Петербург. А уж казалось, ох, проевропейская девушка. Виктор Иванович, самое интересное, парадокс. Вот это парадокс. Молодежь не пошли на выборы. И в основном эти молодые до 25 лет. Молодежь не верит Майя Санту. Молодежь, она уже пройдена через это сам. Им закрыли школы. Их унижали. Их унижали на всех этих бакаларетах. Их несправедливо, опять же, рушили все их надежды и мечты. Понимаете? То есть учить не учили, а спрашивают. Но все-таки у молодежи есть характер, есть этот дух. Потому что многие возмущались, почему вот молодежь не идет на выборы. Да потому что этот человек, который считает себя модернизатором, он сделал очень много плохого, разрушил. То есть она все-таки посеяла в душах молодежи. Раздор, потому что мы помним еще протесты молодых ребят, которые не были организованы, не выходили на площади. И объясняли, что так поступать нельзя. Да, можно поднять какую-то планку, проверять, как, я не знаю, в самых строгих фильмах США. Но ты дай качество. Накорми этих учителей. Дай им хорошую зарплату. Дай программы. Потому что нет программы. У школы элементарно не хватает самого необходимого. Парт не хватает. Не хватает ремонт делать. Поэтому они уже стараются какие-то взносы, какие-то делать ассоциации. Потому что государство, не то что нет в государстве, они крадут эти деньги. Спросите Киртуак. Почему во всех этих учреждениях, во всех этих идёт просто катастрофа? Потому что они не дают те деньги, которые должны дать. Во всех садиках и школах делаются ассоциации, начинают уже брать денег от родителей. Есть, которые совестные, берут там сколько нужно. Есть другие, которые берут очень много. Понимаете? И сейчас выходит, чтобы ребёнка везти в школу в 1, 2, 3, 4 класс, в год получается около 5, 6, 8 тысяч леев. Это как в институте, понимаете? Вы смотрите, сколько стоят места на медицинский факультет, чтобы попал ребёнок. Везде бешеные суммы. Ребят, мы в какой стране живём? Они сходят с ума, эти все министры. В том числе, Майя Санду, все эти. Они были у власти до сих пор. Они разрушали эту страну. Пиар-технологи хотят из них сделать оппозицию. Люди же понимают, не все это самые больные у нас в нашей стране. То есть зараза у меня всем отключён. Она была у власти. Её место, вот вместе с Лянг, мы не должны прощать. Её место около Влада Филата. Понимаете? И те, которые стоят за её спиною, которые руководили вот этими процессами. Потому что я ещё слышал такое, что она не знала, что она подписывает. Она потом узнала, что эти деньги были украдены. Но у нас министры не все дураки, нет? Да, есть, может быть, там один, два. Я понимаю, президент у нас немножко, и Гимпу, и Николай Тимофти, это как шуты издеваются над этим народом, ставят во власть вот этих клоунов. Вот, понимаете? Но уже если дошло до того, что этих министров, понимаете, под это самое заставляют что-то написать или подписать, так это человек, будучи президентом, он продаст и купит, как Паниковский, сто раз. Потому что у них нет моральных принципов. Я не должен говорить за личным, но человек, который не имеет своих детей, он не может быть министром образования, потому что это тонкое такое министерство, понимаете, во всём обществе Республики Молдова. Как можно воспитывать детей, если ты не понимаешь, что это самое? Давайте её куда-нибудь в другое место, если она хотела так сильно стать министром. Давайте её в животноводстве, может, там она начнёт разбираться. Да нет, её дело в банке, где она работала, вот там её место. Понимаете, но в банке мы видим, что случилось с нашей финансовой системой. Нет, я имею в виду клерком в американском банке. Но только не министром. Клерком в американском банке, откуда она пришла? Откуда она пришла? Только не министром. Потому что сейчас, вы знаете, что исчезает деревня целая? Школы нету. Вы знаете, сколько детей сейчас на улице? В Кишинёве до сих пор скандалы. Дети выходят, которые должны были идти в интернат. У них нету родителей. Они не могут где-то с тётей, с дядей. Дети либо не ухаживают, либо там давно отказались и так далее. Сироты. Вы знаете, что когда закрылись интернаты на ботанике, эти дети приходили и жили на чердаке этих интернатов. А наша высокообразованная и высококультурная министр образования и дело до этого нет. Дети попрошайничают. Мы этими вопросами занимаемся. Мы звонили сотни тысяч раз, наверное, в полиции. Попрошайничают у Макдональдса. Попрошайничают в Букуреште. А в министерство образования, которое тогда руководила госпожа Майя Санду, вы обращались? Виктор Иванович, мы написали много писем. Вот расскажи про это. Письма дошло до премьер-министра Павла Филиппа. Они среакционировали быстро. Реагируют очень быстро. Нас пригласили на заседание правительства. Они сделали... Но это сейчас. Да, сейчас. Но меня интересует... Нет, тогда не реагировали. Во время. Когда начались выборы... Значит, во времена Майя Санду... Нет, никаких реакций. Никто не реагировал. Никаких реакций. Мы писали про очень много коррупционных схем, которые были у нас в Молдове. Бакалуриаты... Они говорят, что бакалуриаты... Бакалуриаты продавались. Продавались бакалуриаты. И там есть разные суммы и так далее. Вот этими нужно было заниматься и прокуратурой, и так далее. Но мы знаем, были даже очень много примеров. И в прессе это все было. Не реагировали. Они сейчас начали реагировать, когда уже пошли на выборы. Но мы написали премьер-министру, и мы были на этом заседании. Виктор Иванович, собрались много этих учреждений, дирекций разных. Они между собой не могут работать. Министерство труда с Министерством внутренних съем. То есть взаимодействия нет. Вы понимаете, я три часа слушал их бред. Виктор Иванович, пяти детей не было куда их устроить на ночь. Понимаете, пять кроватей не было. Говорю, ребят, мне что, купить пять раскладушек и нести в гостиницу «Националь»? А вдруг у нас, не дай бог, землетрясение? Вдруг у нас катаклизмы какие-то? У нас что, нет правительства, Виктор Иванович, там никого нет. Правительство, страну вообще с другого, я не знаю, с посольства или откуда. Вообще руководят страной не те люди. Я это присутствовал. Я говорю, как вы не можете решить проблему? Несколько детей-брезпризорников, которые замерзают в национальном гостинице. Им некуда идти, ребят, некуда идти. Типа они там хулиганы, у них там настроение. У них характер, понимаете, не то. Так есть специальное учреждение. Давай вернемся к корню проблемы. Когда Майя, Санду, закрыла вот эти самые десятки интернатов, значит, ты утверждаешь, что никто не чесался ни в хвост, ни гриппу. Никакой чутбот не было. Не подумал, что будет с этими детьми. Не подумал, Виктор Иванович, даже платили западные деньги общественным организациям Запада, не хочу их называть, платили, чтобы они дальше рекламировали, что институционализация вот этой системы, что детей водят по семьям, будет, и она очень успешная. И через полгода, как закрыли все эти интернаты, все эти дети начали выходить на улицу. И это все было именно инициативой Майи, Санду, которая сейчас хочет стать президентом. И легковерные граждане вручили вот этот пакет из 38%. Майя, Санду, закрыла школы, да? И самое интересное, что с одного населенного пункта нужно взять детей на автобусе и везти в другой населенный пункт. Это 20-30 километров. Они купили самые дешевые автобусы, Виктор Иванович. Я разговаривал с этими водителями, и он говорит, вы знаете, нам сказали, что дадут японские вот эти автобусы, дали самые китайские, я не знаю, какого риска. Они уже сломались, они уже ломаются. И самое интересное, вы знаете, сколько денег уходит на ремонт, на бензин? Лучше уже держать этих учителей в этих школах, понимаете? Идут больше растратов. Они хотели сэкономить, понимаете? А, говорили об оптимизации. Да, хотели сэкономить, но получается зарплата водителю, ремонт этих автобусов, которые нужно опять поменять весь парк и так далее, понимаете? Потом самое интересное, что многие дети уже бросили школы, уже не ходят в школы, потому что по различным проблемам. Не могут совпадаться графики, время занятий. Иногда пешком идут за 20, 10, 30 километров, понимаете? И здесь полный хаос и бардак в этой системе. И это зародила вот эта милая женщина с таким милым, симпатичным лицом, который хочет стать президентом, который за спиной целую машину пиарщиков, и вот стараются ее как-то почистить. У нас вообще выбора нет у президента. Есть и, как мы видим, люди, которые в этом разбираются. Это целая команда. Мы видим у социалистов. Я не являюсь членом партии и никогда не стану им, потому что у нас самого есть большое международное движение, понимаете? Именно по всем проблемам молодежи. У нас национальные движения воевод. У нас спортивные местные проекты, социальные проекты. Мы в политику не стремимся и не стремились, потому что мы, если бы хотели, у нас лидеры все бы стали из воевода, депутаты в парламенте или пошли бы в политику. Но мы следим и нам больно за то, что творится в стране, потому что дальше уже нельзя. Человек, который в этом чуть-чуть разбирается и понимает. А слава богу, у меня в свое время магистратуру я закончил по политологии в академии при президенте Республики Молдова. Немножко, чуть-чуть разбираюсь. Страшно, что творится. Страшно, что творится. Так что ты можешь сказать? Вот сейчас на прощание заканчивается передача нашим телезрителям. Из всех кандидатов в социалисты Игорь Дадон самый лучший кандидат будет. Будут большие изменения в этой стране. Все-таки команда у него, мы видели, ребята серьезные. Ребята не те, которые пошли за деньгами, ребята, которые пошли за идеи. И очень приятно видеть, что все-таки есть одна сила, которая защищает независимой страны. Которая защищает целостность страны. У которой есть идеи, есть какое-то разумное видение насчет будущей этой страны. И которая верит в будущее этой страны. Я не хотел, чтобы я ошибся. Но пока что мы видим, Дадон, он не замешан в таких коррупционных, как идут эти ребята сзади, которые были до сих пор у вас. Это Лянка, Майя Санду и все эти олигархические. Потому что это одна структура. И люди должны понимать, это одна серьезная структура. Они специально выводят вперед такую слабенькую, милую, такую, очень такую, не сильную женщину, чтобы вызвать ваши эмоции. Чтобы выжалась. Это тот же самый пример Киртуака. Помните, Киртуака сидел, как тот кот матроскин на всех билбордах. И чуть не плакал, выбирайте меня. И потом разрушил. И что мы видим сейчас? Разрушил эту страну. И все их семьями стали миллионерами. Я думаю, что все-таки люди примут правильный шаг. Я очень рад. Я даже благодарен тем людям. 600 с чем-то тысячи, которые правильно голосуют. Все-таки у нас в Молдове есть люди, которые думают головой. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Николай. Дорогие соотечественники. Вот и закончилась наша очередная программа. Программа «Позиция». Это цикл передач, который посвящен тому, чтобы никогда сон разума не рождал чудовищ. Человек силен именно силой разума, волей и верой в свое предназначение на земле. То, что происходит сейчас в эти суровые дни, суровые ноябрьские дни, говорит нам о том, что суровое время, суровое время осени не должно вызывать в душах людей отчаяния. Человек способен превозмочь все. Человек способен добиться всего, когда он ведом чувствам разума. И не позволяет никому, никаким идолам и демонам проникать в свое подсознание. Будь эти идолы и демоны в виде красивых мальвин или соблазнительных мальчишечек. Это страшное оружие. Это страшное орудие пропаганды. А противоставлять ему мы можем только одно. Силу разуму, волю в наших предков и нашу волю к победе, за которую наши предки пролили столько крови и столько потов. Винсеремас, всем победиша, как говорили древние. С вами была авторская программа «Позиция» и я ее ведущий Виктор Борщевич. Выбор за нами. Победа будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok